В чём ценность общения с родственниками старших поколений, бабушек, дедушек? Что следует спрашивать, какой опыт мы можем у них перенимать? Ребёнка воспитывают не только мама с папой. Ребёнка обязательно должны воспитывать дедушка и бабушка. Это люди, представители немножко другого настроения, другого поколения. И у ребёнка должны быть и мама с папой живые, бодрые, активные, и мудрые, умудрённые дедушка с бабушкой. И бабушка, вы знаете, и бабушка, и дедушка проявляют качество мудрости, наверное, более глубокие, чем у родителей. И бабушка, на мой взгляд, должна показывать традиции. Потому что часто очень родители заняты работой, зарабатыванием, а у бабушек и дедушек немножко другое настроение. Они как хранители, они как защитники, они как аккумуляторы мудрости. Они те, кто олицетворяет собой накопленный жизненный опыт. И они для ребёнка должны олицетворять безопасность. Мама с папой активны, они такие, знаете, живчики, они бегают, работают с ними. Вот первый контакт у ребёнка именно с ними. А у бабушки с дедушкой ребёнок должен чувствовать прибежище. Мудрое, спокойное, стабильное прибежище. Мама ругает, папа ругает. Бабушка всегда по головке погладит и скажет, всё хорошо, мы проживём. И вот эта мудрость, спокойная, стабильная мудрость, которую бабушка проявляет, это ребёнку очень нужно. Такая своего рода гавань любви, всепринимающая любовь, абсолютно спокойная, абсолютно любящая, мудрая и понимающая. Поэтому очень часто мы думаем, что бабушка понимает меня лучше, чем мама. Потому что бабушка в два раза мудрее, чем мама. Мама реагирует, а бабушка не реагирует. Бабушка видит некую глубину. Поэтому дедушки с бабушками создают эту эмоцию безопасности принятия. И бабушка с дедушкой олицетворяют собой родовую систему. Не мама с папой олицетворяют родовую систему, а именно бабушка с дедушкой. Олицетворяя вхождение, присоединение к чему-то более глобальному, значимому и большому. Бабушка с дедушкой рассказывают истории рода, истории древности. Потому что для ребёнка это древность, бабушка с дедушкой, как что-то такое далёкое, седое, большое, глобальное. И они приобщают к истории рода, и они приобщают к культуре и традиции. Именно бабушка является хранительницей семейных традиций. Именно бабушка рассказывает, как свадьбы проводить, как деток встречать, когда они рождаются, как в последний путь проводить. Кто, если не бабушки с дедушками? Именно они — хранительницы этой родовой, семейной мудрости, этой обрядовой даже в том числе, какой-то культурного такого наследия, этнического наследия. Бабушки — это представители народа, представители этноса, представители духовности. То есть это нечто большее, чем просто старшее. Бабушка с дедушкой — это как двери в открытую среду, в открытую структуру, в открытый большой мир, можно так сказать, да, в открытую большую цивилизацию, такую глубокую, древнюю, мудрую. И вот этому мы у них учимся. Вот этому. Мама с папой дают инструменты жизни. Они сопровождают нас каждый день. Они нас защищают, поддерживают. Но порой они сами совершают ошибки, они сами порой не знают, как в той или иной ситуации поступить. А дедушка с бабушкой — орицетворение мудрости и глубины понимания, в чём смысл. И через них, через дедушку с бабушкой, мы учимся родовым законам, законам этноса, законам народных традиций, культуре, сути духовной, там, где нет этой мелкой какой-то мелочной суеты, там, где, знаете, отфильтрованное самое-самое дорогое осталось. Поэтому мудрость дедушки с бабушкой — это сублимированная мудрость самой семьи, самого народа, самой родовой системы. И вот эту мудрость ребёнку очень нужно получать. Такую, знаете, выкристаллизованную, чистую, незамутнённую, самую-самую суть. И тогда у ребёнка будет ощущение глубины и радости от общения с дедушкой, с бабушкой.